Большой хоккей Большой хоккей Как я уже сказала, молодежка тоже успела проявить себя на домашнем льду. Правда, не так, как хотелось бы нам, болельщикам. 42 броска в створ и всего одна забитая шайба. Большой хоккей Не знаю, заметили ли вы одного парня в составе, я про Данила Беспалова. В общем, сейчас познакомим с ним поближе. Всем привет! Я Данил Беспалов, нападающий молодежной хоккейной командой «Амурские тигры». Готов отвечать на вопросы? Естественно. Во сколько лет начал играть в хоккей? Пять. Родители, наверное. Выбирал между каратэ и хоккей. Лучший хоккеист всех времен и народов? Уэйн Грецкий. Кто, кроме хоккеистов, в спорте вдохновляет больше всего? Баскетболист Леброн Джеймс. Сандэй Леброн Джеймс. Воспринимаешь ли ты женский хоккей? Сложный вопрос. Скорее, нет. Почему-то. Главное достижение за последние 18 лет? Сдал ЕГЭ. Я сдавал общесознание биологию. Сколько получил баллов? Скажу. Куда поступил? В Питогу. На учителя физкультуры. Читал ли книги на карантине? Да. Последняя прочитанная книга? Я прочитал книгу «Соловей». Дом странных детей прочитал. Любимая еда? Карбонара. Любимый напиток? Сок и наносы. Кошки или собаки? Кошки. Чай или кофе? Кофе. Любимый цвет? Синий. Цвет настроения? Да. Самое гениальное изобретение человечества? Телефон. Веришь ли ты в приметы? Да. Ну, если черная кошка дорогу перебежала, не пойду. А если впереди хоккейный матч? Ну, а пойду. Кошка взвесил! Любимый город помимо Хабаровска? Наверное, Пекин. Какие качества в людях ценишь больше всего? Доброта и честность. Самый ценный подарок, который когда-либо получал? Наверное, коньки. Во сколько лет? Ну, в пять. Что хотел бы купить, но пока нет возможности? Коплю на квартиру. Что значит быть счастливым? Просто жить. Ну, жить и радоваться. Какие три важных фактора должны присутствовать в жизни, чтобы на душе было хорошо? Тишина, чтобы были близкие мне люди рядом, ну и деньги, чтобы мы были. Есть ли у тебя девушка? Да, есть. За новый хоккейный сезон перед нами стоит задача не только познакомить вас со всем составом тигринной молодежки, но и дать почувствовать себя в тигринной шкуре, ну хотя бы на тренировках. Впереди новый эпизод сериала «Анатомия хоккея». Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы с вами разучим новое упражнение в новой серии. Это отжимания на ТРХ. 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 Упражнение, которое развивает силу рук, силу кора, укрепляет мышцы спины, пресса и плечи. У нас сегодня показывает это упражнение хоккеист молодежной хоккейной команды «Амурские тигры» Роман Смирнов. Принимаем упор лежа, ловим баланс и выполняем отжимания. Обычное отжимание. Держа корпус ровно, пятки, ягодицы, плечи на одной линии. Самое главное – это принять правильное исходное положение, закрепить корпус. То есть напрягаются все практически группы мышц от ног и заканчивая шеей, поймать равновесие, баланс, взяться правильно за ручки ТРХ. Сначала выполнять, стараться медленно, потом уже по степени освоения уже добавлять частоту выполнения. Ну и, соответственно, количество. Травмы здесь в основном могут быть плеч. Сначала поотжиматься на полу надо, набрать силу в грудные мышцы, в плечи именно. Потому что когда мы простые отжимания делаем, там платформа стабильная, руки крепко стоят на опоре. А здесь именно эффект этого упражнения в том, что нестабильная платформа. Поэтому за счет закрепления мышц плеч, корпуса уже избегаем травм возможных. Два раза в неделю это будет здорово, если человек выполняет. Количество повторений здесь не ограничено. Делают спортсмены и 30, и 50 делают отжимания. То есть если чувствуешь, что у тебя наступило утомление, ты уже дальше повторения делать не можешь. Лучше закончить, встать, не продолжая, чем из последних сил выполнять и, не дай бог, получить травму. Ну а в следующей серии мы с вами разберем упражнения на фитболе, которые развивают спину, ягодичные мышцы. Упражнение, которое будет полезно как для простых любителей физической культуры, так и для спортсменов и особенно для девушек. До скорых встреч! Любите спорт и хоккей! На этом сегодня все. Предлагаю скорее пойти делать отжимания, будьте в тонусе, будьте здоровы и болейте спортивно за наших. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok